Это Ледуза. С военным экспертами «Медузы» Дмитрием Кузнецом о событиях на фронте и шире вокруг этого конфликта России с Украиной. Если вам интересны наши выпуски и вы хотите нас поддержать, поставьте, пожалуйста, оценку, лайк, напишите комментарий, если такая функция на той платформе, на которой вы наслушаете, имеется. И, конечно, подписки. Подписывайтесь. Про то, почему «Медузе» и этому подкасту, в частности, очень нужна ваша финансовая помощь, напомню, в конце. Прозвучат слова «Худший год в истории «Медузы». А сейчас уже пора переходить к теме и, конечно, представить уважаемого собеседника. Михаил Климарев, глава общества защиты интернета и автор телеграм-канала «Зателеком». Здесь привет. Да, здравствуйте, здравствуйте. Мы с тобой здесь, чтобы уже не в первый раз сделать очень важную вещь, рассказать людям в России, в первую очередь им, что государство сделало для ограничения их права на свободное распространение информации в интернете. Насколько продвинулось по пути к суверенному интернету, что нужно сделать прямо сейчас, если вы пользователь, если вы не сделали всего этого вчера и что придется делать завтра. Повод для нашей с тобой встречи. Прочту заметку из «Медузы» следующий. Несколько VPN-сервисов сообщили об удалении своих приложений из российского магазина App Store. Сервисы RedShield VPN и LeVPN опубликовали уведомления, полученные от Apple, в которых говорится, что приложения были удалены из App Store по требованию Роскомнадзора, поскольку содержали, цитата, «незаконный в России контент». Разработчикам предлагается сопостоятельно связаться с Роскомнадзором для уточнения причин. Основатели RedShield VPN пишут, что им известно об удалении как минимум еще одного приложения VPN. Его название не приводится. По данным «Медиазона» из российского App Store удалены также приложения ProtonVPN и NordVPN. Если вы пользуетесь этими сервисами, вы знаете, что это неплохие, очень известные сервисы. Почему, дорогой Михаил, это важно? Чем важны именно эти сервисы? Ну, давай начнем, что называется, от печки. Запрещение и ограничение свободы на распространение информации. Это же не только в интернете. Оно началось гораздо раньше. Несмотря на то, что в России есть статья Конституции 29, которая прямо запрещает цензуру в принципе, цензура в России есть, она существует. Как бы вы ни отрицали внутренне, что нет, ничего там нет. Нет, на самом деле, очень много информации в России просто замалчивается. И началось это гораздо раньше, чем нападки на интернет. С обычными средствами массовой информации расправились довольно давно. Причина очень простая. Они, ну, рядышком находятся, они физически находятся в досягаемости, что называется, удара кулаком. Поэтому все СМИ, вначале началось это, естественно, с самых популярных, самых эффективных телевизионных каналов. Потом потихоньку это докатилось до вообще всех. А с 2012 года государство занялось, в общем-то, ограничением свободы слова и в интернете. Тогда появился 139 ФАЗ, закон о защите детей от информации, буквально. В котором, в общем-то, было указано о том, что в интернете можно что-то заблокировать. И вот с 2012 года, 12 лет, вот эта тележка попытки взять под контроль интернет, она продолжается. — Можно я тебя перебью и скажу две важных вещи? Во-первых, почему 2012? Мы, скорее всего, знаем, почему 2012. Потому что в 2012 году первый канал уступил по аудитории Яндексу. Стало очевидно, что вот какой-то там сайт, да, российский, но не совсем нам подконтрольный, обгоняет, оказывается, вот это вот небывалое, да, нашу суперпушку, атомное информационное оружие в виде первого канала. Во-первых, а во-вторых, не лишним будет напомнить и перекинуть мостик в настоящее, что тогда пытались запретить, почему в руки Роскомнадзору вручили такие широкие полномочия. Ему разрешили, без судебного решения, ну окей, с постановлением суда и еще ряда органов, включая там правительственные всякие агентства, просто блокировать ресурсы под благовидным, в общем-то, предлогом. Если читать этот список причин, почему можно было запретить, там была детская порнография, пропаганда наркотиков, распространение пиратского контента, почему-то, угадайте почему, призывы посещать несанкционированные митинги. А в конце очень сладкая для каждого бюрократа была написана норма. И другая информация, распространение, которое запрещено в Российской Федерации. И вот когда мы сейчас видим, что людям, которые управляют, развивают VPN-сервисы, приходит от Роскомнадзора, очень ленивая формулировка, потому что запрещено в Российской Федерации, это все из 2012 года. Прости за этот взрыв возмущения. Нет, на самом деле аудитория Яндекса превысила аудиторию Первого канала в 2010 году. Окей, мне казалось, 12-й, я почти уверен. Хорошо, да. Закон же нельзя принять быстро, тем более в то время еще. Это сейчас можно, но даже сейчас надо все равно минимум пару месяцев на то, чтобы закон был принят. По-моему, даже побольше, 3-4 месяца нужно. А тогда еще больше нужно было времени, поэтому подготовка закона к этому началась в 2011 году, которая подтвердила, наверное, вот это, помните, то, что в Москве вот эти митинги были, вот это было подтверждением того, что они вроде как бы на правильном пути, что это надо все как-то регулировать. И тогда вот эта идея родилась именно после того, как такой консенсус, наверное, общества пришел, что интернет довольно эффективный, в том числе и для организации всяких митингов, всяких собраний людей, для того, чтобы выразить свое недовольство тем, что власти делают. Ты когда говорил, прости, я посмотрел, но вот я вижу, что 2012 год впервые Яндекс обошел по дневной аудитории. Могут быть, может быть, разные какие-то показатели, но это не суть важна. Мне кажется, мы с тобой об этом не спорим. Причина примерно в этом. Ну, я тут предлагаю, на самом деле, нашим слушателям не верить нам на слово, да, пойти и провести такой ресерч, и там убедиться, да, в том, что действительно есть какие-то связи с этим совсем. Ну, и что, и дальше вот эта тележка катилась довольно долго. Она не то, чтобы сразу вот эта вот идея о том, что взять и заблокировать вообще все, она не так быстро, во-первых, была обеспечена каким-то законодательством. Во-вторых, это не так быстро можно было реализовать технически. Ну, то есть, вообще-то, интернет изначально, еще там, еще раньше вернемся немножко в историю, вообще-то, интернет строился для того, чтобы обеспечить связью военных буквально. И смысл заключался в том, что если в каком-то месте авария, то каналы связи самоорганизуются и проходят другими путями. То есть, чем больше связи между какими-то населенными пунктами, например, да, и вы перерезаете какую-то одну линию, а там есть еще одна дублирующая. В этом суть интернета заключается. Потому что пакет информации может пройти каким угодно путем. Ну, считается, что там наиболее эффективный, конечно, прямой путь, да, чем короче, чем быстрее проходят пакеты, тем это эффективнее. Но, тем не менее, организация связи возможна в том числе и с большими задержками, что не так качественно и так далее, но даже при полной потере связанности. Так вот, блокировки на самом деле, технически, это примерно то же самое, что авария. То есть, на пути у пакетов становится какая-то преграда, какое-то устройство, которое начинает принимать решение, пропускать ту или иную информацию или не пропускать. Ну, в этом смысл блокировок. Если вы знаете, что нужно заблокировать, то вы это заблокируете, по сути дела. Но информация может побежать другим путем. Поэтому технически очень сложно на самом деле организовать именно блокировку, потому что интернет устроен именно для того, чтобы эти блокировки обходить. Именно поэтому до сих пор, в том числе в России, вот вы сейчас слушаете этот подкаст, если вы находитесь в России, вы же понимаете, что вы получили все равно эту информацию, несмотря на то, что «Медуза» признанной и нежелательной, и еще какой-то террористической и так далее. Пока только нежелательный. Ну, пока только я террорист, да, в этой комнате. Если вы хотели услышать голос террориста, вот вы его сейчас слышите. Как говорится, «I'm a gangster». Так вот, для того, чтобы построить именно ту систему, которая сейчас существует, российскому государству потребовалось не менее 10 лет. То есть это такой процесс, который не сразу совершается. И было время, когда я считал, что такую систему вообще невозможно построить. Это, правда, довольно сложная техническая вещь, но даже такая совершенная система цензуры в интернете, как сейчас выстроена в Российской Федерации, все равно она будет пропускать какую-то информацию, которая не нравится властям, в любом случае, пока существует сама сеть. На этих постулатах, наверное, как бы вот на них операция, наверное, в этом направлении надо рассказывать, что сейчас происходит. Напомни, пожалуйста, про недавние события. Это не такая серьезная веха, как 2012 год, конечно, но борьба с распространением материалов, которые способствуют обходу блокировок, это важно. И борьба с VPN, собственно, идет на уровне протоколов в России. Многие год назад заметили, что их сервис перестал работать. Я предлагаю все-таки двигаться по хронологии, потому что нашим слушателям опять же будет полезнее понимать, почему и как это все случилось, чем вот какие-то события громкие, которые мы помним, потому что они случились недавно. Хотя события, которые там случились, например, в 2016 году, они, наверное, еще более важны. Тогда, напомню, был принят пакет Яровой. Там помимо того, что государство организует блокировку какой-то информации, у нее есть еще функция слежки, опять же, за той же самой информацией. Помните, я говорил буквально 5 минут назад о том, что если вы знаете, что нужно заблокировать, то это вы заблокируете. Так вот для того, чтобы знать, что заблокировать, нужна еще какая-то система слежки за тем, что блокировать. Для этого, в принципе, предназначался пакет Яровой. Он технически был нереализуем, он до сих пор не реализован в том объеме, по крайней мере, в котором это планировалось, когда закон был подписан и был имплементирован хоть как-то. Но, тем не менее. Потом, я напомню, еще одна тоже веха, которую тоже сейчас, наверное, вспомнят, да, там, алды вспомнят. Это 2018 год, когда начали пытаться заблокировать Телеграм. Хотя перед тем, как блокировали Телеграм, был еще такой голосовой мессенджер Зелла, его тоже пытались заблокировать, и он первый начал обходить эти блокировки. И это тоже такая примечательная штука, потому что, как выяснилось, от блокировок можно защищаться, их можно обходить. И вот тут война уже началась не на шутку. В 2019 году, по-моему, была придумана вот эта идея по поводу построения суверенного интернета, и в 2020 году этот закон был принят. Это закон 90 ФЗ, который называется «Закон о суверенном интернете». На самом деле, конечно, это очередной закон о блокировках. И вот сейчас как раз это следующий этап развития вот этих всех цензурных систем в России, и он сейчас как бы продолжает реализовываться. И дальше смотрите, какая вещь произошла. С памятной даты всем, все же помнят эту дату, 24 февраля 2022 года, в марте месяце в России было заблокировано примерно все. Мы там наблюдали это все, что называется, в режиме реального времени. Были заблокированы вообще все средства массовой информации, хоть как-то не подконтрольные Кремлю. Ну, то есть, в принципе, все. Были заблокированы большие социальные сети, которые тоже не были подконтрольны Кремлю. Это Facebook, Instagram, Twitter. Некоторые сервисы просто сами ушли из России, потому что это же коммерческая все-таки история. Это довольно дорого содержать инфраструктуру, а вы не можете все равно за нее получать какие-то деньги. Я напомню, что еще и ушли платежные системы из России, какие-то Россия заблокировала сама. Ну, вообще, вот этот экономический коллапс, вот это разделение банковских систем, это тоже, в общем-то, имеет отношение к нашему повествованию, потому что процесс-то, он двухсторонний. Некоторые сервисы отказывались работать с Россией. И не потому, что они ненавидят Россию, а потому что, во-первых, они просто не могут получать денег за это, за все. А во-вторых, они не хотят просто иметь дела с людьми, которые ведут войну. Ты говоришь, это человек, который работает в издании, у которого рухнула модель донатов, потому что с карточек мировых платежных систем ничего нельзя получать после 2022 года. Ну и плюс это, конечно, опасность для тех, кто отправляет из России. Вот я только хотел сказать, потому что это, опять же, двухстороннее движение, потому что, опять же, если бы... Ну, вот эти платежи до сих пор бы существовали. Конечно, это все, что было как-то по-другому, но история не знает сослагательных наклонений. Я напомню, такой как бы тоже основной тезис. Произошло так, как произошло. Могло произойти иначе. И мы наблюдаем ту объективную картину мира, которая вот сейчас сложилась. Давай я продолжу просто как бы к блокировкам совсем. Были заблокированы примерно все, но появились сервисы, которые эти блокировки обходят. Соответственно, реакция вот этой всей системы — начать борьбу с системами обхода блокировок. И она вполне логичная, объяснимая. И я уверен, что если бы вы были на стороне доктора зло, вы, наверное, поступили бы так же. Вот, Владислав, как ты думаешь, ты бы какое решение принял, если бы ты был на месте Роскомнадзора? Безусловно, да. Я бы старался отрезать максимально от всего, что мне не подконтрольно. Да, осталось только два феномена, которые, в общем-то, до сих пор в России остались. Это YouTube и Telegram, которые до сих пор не заблокированы, несмотря на то, что сейчас это два основных таких сервиса, основных источника информации неподконтрольных Кремлю для россиян. Почему их не заблокировали — это отдельная история. Я, честно говоря, тоже оперирую абсолютно ненаучными какими-то вещами. Ну, то есть, опять же, наблюдаю объективную картину мира, в которой их не заблокировали. Почему? Отдельная история. Можно приводить 10 причин, почему должны заблокировать YouTube, и 10 причин, почему его до сих пор не заблокировали. Но, если очень коротко, конечно, движение о том, чтобы заблокировать YouTube, есть. И это правда, это требование какое-то. Но есть, опять же, и движение «Почему этого не делают». Первое, почему этого не делают, это то, что YouTube, как выясняется, он выгоден Кремлю. Они научились его использовать. Там есть куча всяких каналов. Там до сих пор, несмотря на то, что буквально вчера, по-моему, были заблокированы аккаунты всяких шаманов, лепсов и прочей мерзости, несмотря на это, YouTube остается все-таки доступным. Почему? Потому что песни того же шамана, лепса и вот эти стримы Соловьева, они проходят в YouTube. Все, кто знает, где их искать, они их находят. Они распространяются в том же Телеграме, эти ссылки на эти стримы и так далее. И там есть какая-то своя аудитория. И, похоже, эта аудитория не такая уж и маленькая, как нам кажется. И, в общем, эта вся система работает. У Федора Крышенинникова есть такая теория о том, как это все работает, вся пропаганда кремлевская. Ну, наверное, мы потом как-то поизучаем, когда там пройдет какое-то время издалека, и как-то, может быть, мы там объясним, как это все на самом деле происходило. Но теория такая, что пропаганда существует для каких-то отдельных пузырей. То есть есть люди, которым нравится Советский Союз. Для них создается контент, который говорит о том, что Советский Союз — это хорошо, прекрасно, но Путин молодец. Есть люди, которые, там, не знаю, упоротые монархисты. Помните эту крымскую покуроршу, которая бегала с портретом, прости господи, Николая Второго на бессмертном полку? Вот это тот кринж, который все был. Но это вот именно, вот это и есть вещь. То есть вот вам нравится Николай Второй, вот вам его портрет, ходите с ним где хотите, но Путин молодец. И вокруг этого там довольно много и бандитские какие-то, и вот эти пузыри, которые там любят тюремный жаргон и так далее. Но Путин молодец. Еще что такое? Для каждой такой группы создаются какие-то определенные каналы, в том числе в Ютубе, в том числе в Телеграме, где угодно на самом деле создаются. Там, где кремлевские вот эти политтехнологи как-то этим могут управлять. Это все создаются в огромном количестве. Они там несут вот эти свои нарративы, свои основные какие-то вещи, но при этом в конечном итоге делается вывод, что Путин молодец. И вот эта пропаганда, она по ходу дела очень эффективна, и поэтому Ютуб до сих пор не заблокировали. Но есть еще и технические причины, почему Ютуб не заблокировали, потому что это на самом деле основа современного интернета. Это же не только Ютуб, это Гугл, это инфраструктурная компания, на которой очень много чего базируется, куча всяких сервисов, на которых работает интернет. Интернет — это очень сложная система. На мой взгляд, это самая сложная система, которую до сих пор человечество создавало. Ничего сложнее пока нет. Это кажется, что вот мы там знаем один какой-то сайт, но то, что если поразбираться, внутри каждого сайта находится огромное число всяких технологий. Нет человека, который до конца бы разбирался в каждой из них. Такую маленькую тайну про айтишников открою. Так вот, эти сервисы не заблокировали, но средства обхода для блокировок стали основной точкой для того, чтобы объявить им войну. Какое-то время я думал, что все-таки ВПНы начнут блокировать после того, как заблокировали Ютуб. Но выяснилось наоборот. И сейчас, опять же, через какое-то время я начинаю понимать, почему это произошло. Ну, потому что если бы вы заблокировали Ютуб, все бы ломанулись, в общем-то, в эти самые ВПНы, интернет вообще перестал бы быть подконтрольным хоть как-то. То есть те люди, которые принимали решения, они, видимо, все-таки как-то учатся и начинают разбираться в том, как это все работает. И да, вот у них было принято решение бороться с ВПНами. Как можно бороться со средствами обхода блокировок? Вот теперь вот эта цепочка, которую мы сейчас наблюдаем, и вчерашние события, в общем-то, это одна из этих точек. Там, наверное, впереди будет еще много каких-то других, но тем не менее. Давайте я расскажу все-таки, что такое ВПН и как он вообще работает. Я тоже это уже очень много раз делал, иногда забываю, где я это рассказывал, где не рассказывал. Но давайте, допустим, предположим, что вы слушаете в первый раз этот подкаст. В интернете вы можете найти информацию, обратившись к другому компьютеру. Чтобы знать, к какому компьютеру вы обратились, он огромный, там миллиарды компьютеров в этом интернете, напомню, да, вы должны знать его адрес. Этот адрес называется IP-адрес, интернет-протокол-адрес. Там есть две версии этих протоколов, версия четвертая, версия шестая, не вдаваясь в технические подробности, он состоит, грубо говоря, из набора каких-то цифр. И зная вот этот набор цифр, вы можете, в общем-то, запретить доступ из своей внутренней сети к этим ресурсам, которые находятся вот по этому конкретному адресу. Если вы знаете много таких серверов, которые вам надо запретить обмен с ними, вы запретите обмен с ними с этими многими адресами. Но вы не можете заблокировать весь интернет. Поэтому вообще сама идея блокировок, заключается в следующем. Вы обращаетесь к какому-то компьютеру, который не заблокирован, но он находится вне зоны управления Роскомнадзором. Ну то есть российское государство не может дотянуться до этого компьютера физически, выключать его, или что-то с ним сделать, или приказать, чтобы его выключили. Вы обращаетесь к этому компьютеру, а этот компьютер уже для вас добудет информацию с запрещенного ресурса. То есть получается такая петля. Ну то есть условно вам закрыли парадную дверь, вы зашли с черного входа. В этом смысл обхода блокировок. VPN — это виртуальная частная сеть, которая, в общем-то, и организуется между вашим компьютером. Для того, чтобы эта виртуальная частная сеть заработала, вам надо специальный клиент установить на свой компьютер и телефон, который, собственно, и будет организовывать для вас связь именно с тем компьютером, который находится далеко. Ну и, соответственно, вернусь, как можно теперь заблокировать VPN. Если вы знаете вот эту точку входа, куда обращается VPN-клиент для того, чтобы обойти блокировки, вы просто блокируете адрес этого компьютера. Надеюсь, я объяснил понятно. Вот я не вижу ваши лица. Я не могу понять, что киваете ли вы головой. Но я надеюсь, что я довольно просто это все объяснил. Ну и поскольку вы знаете, как вы можете узнать, вы просто ставите себе условно клиент вот этого VPN-сервиса, или он там публикуется адрес этого VPN-сервиса, и просто у себя в оборудовании, которое занимается как раз блокировками, запрещаете проход пакетов к этому IP-адресу. Но VPN-сервисы научились это обходить последовательно. То есть не сразу, конечно, там это было довольно больно. В 22-м году, получается, да, там почти все лето шла вот эта борьба по поводу того, как это все сделать. Вот в итоге родилась идея, что надо создавать просто очень много маленьких VPN-чиков для того, чтобы Роскомнадзору было трудно заблокировать эти IP-адреса. Просто как бы, грубо говоря, если его заблокировали, вы просто меняете IP-адрес, и Роскомнадзор уже не знает, что нужно блокировать. В этом весь смысл. Если он не знает, что ему заблокировать, помните, я говорил про пакет Яровой? Вот это вот именно про него. Если они не нашли, что заблокировать, они не могут это заблокировать. А заблокировать вообще весь интернет, это тоже, опять же, глупость, потому что, а как торговать той же нефтью? А как покупать еще чего-то? А как обмениваться информацией? В конце концов, не только же политическая информация в интернете есть, а там же еще очень большая экономически важная составляющая. Если вы там условно отделите Россию от всего остального интернета, у вас остановится примерно все. От продажи билетов, в том числе, которые только внутри России находятся, потому что там тоже какие-то связи существуют. До логистики вы не сможете привозить товары вовремя в какой-то магазин, даже в самую дремучую деревню, потому что у вас перестали работать гуглокарты. А многие сервисы логистические, они используют гуглокарты, потому что это удобно, это выгодно, это позволяет сэкономить огромное количество денег на планировании, на построение маршрутов и так далее. Поэтому вот так вот просто выключить весь интернет вы не сможете, потому что ваша экономика просто остановится. Если возвращаться к VPN-сервисам, я по тому году видел цифру, что примерно 40%, чуть меньше пользователей в России применяли VPN-сервисы. Это такая российская реальность, после вторжения. Включать VPN, чтобы зайти в Инстаграм, выключать, чтобы зайти на госуслуги. Сколько сейчас пользователей в России пользуются VPN? Ты видел, цифры свежее. Снижается или растет цифра? Борьба с сервисами каким образом сказывается на этой динамике? Побеждает Роскомнадзор количественно или нет? Цифра растет. Но мы не можем точно сказать, сколько. Но потому что эти сервисы скрываются. Ну то есть сейчас они научились скрываться, их блокируют, поэтому они скрываются. Поэтому как мы их можем посчитать? Технически это сделать очень тяжело. А опросами это слишком большой разброс. Я оцениваю, что сейчас, ну вот где-то примерно от 35 до 40% российских интернет-пользователей знают про VPN и умеют, по крайней мере, этим пользоваться. Если вы не знаете, что такое VPN и не умеете этим пользоваться, мне кажется, это очень большая проблема именно для вас. Потому что сейчас знать и уметь, как использовать VPN, это на уровне функциональной грамотности. Это как уметь писать и читать и как чистить зубы. Поэтому если у вас какие-то проблемы, вот срочно-срочно займитесь этим. Ну, видишь, государство как раз и делает все, чтобы повысить цену вхождения вот в эту когорту людей, у которых VPN есть. Может быть, им 30% достаточно. Может быть, они потом поднапрягутся и будут еще каким-то образом противодействовать. Не хотят, чтобы вы узнавали о методах обхода блокировок. Не хотят, чтобы вы ставили VPN-сервисы. Не хотят, чтобы эти VPN-сервисы работали. Когда ты сказал про оставшиеся части глобальной такой, что ли, интернета и коммерческой инфраструктуры в России, ну, нужно, наверное, все-таки упомянуть тот самый Apple App Store. Он в России находится. Когда-то, еще перед вторжением, но в 2022 году, в начале февраля, Apple была первой из больших компаний, которая выполнила законодательство о приземлении. Там было от дюжины до полутора десятка этих интернет-гигантов с аудиторией от 500 тысяч человек в сутки и выше. Ну, вот среди них были, понятно, Google, TikTok, Twitter, Spotify и Apple, само собой. И было требование, что компания должна открыть представительство или какое-то понятное лицо, да, обозначить уполномоченное в стране, зарегистрироваться в личном кабинете на сайте Роскомнадзора, разместить форму обратной связи. Логика была у российского государства двойная. Ну, во-первых, цензурная, или, во-вторых, цензурная. Во-первых, чтобы платили налоги. Эти компании хорошо зарабатывали в России, многие продолжают хорошо зарабатывать в России. На Apple налагали штрафы, в том числе в том году можно вспомнить 1 миллиард 200 миллионов рублей, по-моему, у них был довольно внушительный. Но, судя по всему, их пока все устраивает. App Store, понятно, под санкциями удалял разные приложения, в частности, Сбербанковское. Но в остальном до сих пор можно в России, насколько я могу понять, через мобильного оператора, закинуть деньги в Apple и приобрести приложение платное, в частности, VPN. Удобно, понятно, открытое и не нравится российскому государству. Вот Google уже нет смысла находиться в России. Они подали на банкротство, потому что там несут светные штрафы по решению российских судов. И хотя Google удаляет из YouTube, как ты упоминал, Шамана, Соловьева и прочих, но он также в том году довольно резво удалял и российских оппозиционеров из того же YouTube. Сейчас, видимо, этим отношением окончательно будет приходить конец. Но, как ты объяснял до этого, все довольно сложно. Это отношение взаимозависимости. У Apple порог сотрудничества, порог терпимости к действиям российского государства окажется все еще выше. Поэтому они это делают в этой логике. Ну, ты сейчас немножко сломал таймлайн, да, который я пытался рассказать и который, как бы, я пытался последовательно провести. Ты смешал вообще кучу всего. В одну мисочку все покидал. Давай я попробую, вот, как бы, разгрести все это, да, еще раз, как бы, я верну, да. То есть, вначале они начали бороться с VPN-ами, они начали блокировать вот эти все IP-адреса для того, чтобы зайти в вот этот VPN, а вы не можете в него зайти, потому что эта точка подключения заблокирована. VPN-ы научились это обходить. Вот, в частности, был создан вот этот сервис, которым я сейчас руковожу, он называется VPN-генератор. Настоятельно рекомендую загуглить, что это такое, посмотреть. В Телеграме есть канал, и можно понять, как это работает. Но он не для всех предназначен, но не буду сейчас отвлекаться. Следующий этап борьбы с VPN-ами был в 2023 году. В августе месяце, почти год назад, появились первые попытки блокировки по протоколу. Что это значит? Это значит, что Роскомнадзор, его оборудование, так называемое ТРСПУ, технические средства противодействия угрозами, как это называется в российской бюрократии, в реальности это оборудование называется DPI, Deep Packet Inspection, оборудование глубокой проверки пакетов. Оно может отслеживать каждый пакетик и разбираться, к какому протоколу, к какому способу обмена данными относится конкретный пакет. Есть масса протоколов в интернете, их огромное число. Но там основные, которые известны, это, наверное, то, что вы, например, когда обращаетесь к обычному веб-сайту, это протокол гипертекстовой передачи информации, HTTP, гипертекст-трансфер-протокол. Есть протоколы для того, чтобы обмениваться информацией по электронной почте, их там даже не один, а несколько. Есть отдельные протоколы, которые используются для обменами данных в мессенджерах, например, тот же самый Телеграм. И, короче, их довольно много. И для VPN, соответственно, есть тоже свои какие-то протоколы. Так вот, самые популярные протоколы, которые не скрываются, а даже наоборот показывают, что мы — это именно VPN, а это сделано для того, чтобы операторам связи было удобнее, на самом деле, оперировать этими потоками данных, да, и давать какую-то приоритизацию или наоборот, как-то откладывать на потом пакеты, которые в режиме реального времени должны обрабатывать данные. Ну, условно, если вы общаетесь по телефону, по скайпу, например, или там передаете какое-то видео в режиме реального времени, эти пакеты важнее, они должны передаваться в первую очередь. А то, что вы, например, запрашиваете какой-то сайт и там задержка какая-то произошла в полсекунды, так вы этого даже не заметите. Поэтому, естественно, есть приоритет у протоколов реального времени или, например, у протоколов виртуальных частных сетей. Так вот, эти протоколы, они, в общем-то, никуда не скрывались. Они говорили, что наоборот, мы VPN, и эти протоколы, естественно, Роскомнадзор научился блокировать. Мы думали, что они не пойдут на такой шаг, потому что VPN на самом деле применяется ведь не столько для обхода блокировок, он вообще создан был не для того, чтобы обходить блокировки, он был создан для того, чтобы было безопасно обмениваться информацией в интернете между двумя, например, офисами удаленными или, например, сети банкоматов или сети кассовых терминалов. Ну, то есть, понимаете, чтобы вот это все хозяйство у вас работало, вам нужно как раз вот эти виртуальные частные сети для того, чтобы этим можно управлять. И поэтому мы думали, что он не будет блокировать эти VPN-ы, но Роскомнадзор, видимо, нашел решение, они своих, что называется, важных вещей внесли так называемые белые списки. То есть, они создали эти все списки, научились им как-то управлять. Этому, кстати, поспособствовали огромное число хакерских атак, которые мы наблюдали с начала войны. Сейчас их стало как-то поменьше, обратите внимание. Почему? Потому что, ну, именно учились их отбивать, они стали не такими эффективными, и в том числе вот эта система была создана. Поэтому вот с одной стороны вроде бы и полезная вещь, да, с другой стороны она на самом деле работает отрицательно в таком вот смысле, что цензор научился, например, управлять вот этими самыми VPN-ами. Вот, следующий этап, ну, давайте подумаем, если бы ты был цензором, какой у тебя следующий этап борьбы с VPN-ом. Да, я вообще, мне эти деликатности не нравятся. Я бы по-белорусски сразу делал, или по-чеченски на улице ловил бы. Что за нежности? Нужно показать подведомственному населению, что читать, что не читать. Да, но в отличие от Беларуси, Россия немножечко побольше. И с одной стороны это беда России, а с другой стороны в общем-то это и спасение. Ну, как обычно, да, не бывает таких однозначных каких-то вещей, которые вот либо хорошо, либо плохо. Все в одном месте хорошо, в другом месте плохо. И в данном случае это тоже именно так и сработало, потому что если вы начнете останавливать людей на улицах, а как вы это будете делать? Вот представь себе в Екатеринбурге, в нашем родном с тобой городе, как ты будешь проверять людей? В метро. Ну, они это и делают. Люди просто перестают ездить в метро. Все не перестанут. Для того, чтобы вам на каждом углу кого-то там проверить, забрать телефон, еще что-то такое, вам надо огромное число полицейских. На полуторамиллионный Екатеринбург, по-моему, 20 тысяч полицейских только существует. Нет, нужно страху навести, не надо проверять каждого, нужно, чтобы каждый боялся. Да, но это же тоже так же работает, как с этими пузырями. Собственно, для этого и делается очень массовая вот этой публичной истории каждой посадки за пост в ВК в каком-нибудь или так далее, чтобы люди просто, да, действительно боялись что-то писать. Мы опять отвлеклись по поводу протоколов, да, как VPN-ы научились обходить блокировки по протоколу, но мы меняли просто протоколы. Сейчас огромное число протоколов существует, которые мимикрируют, как бы пытаются показаться не VPN-протоколом, а пытаются показаться, например, видеотрафиком, например, или игрой. Ну, то есть, если центр смотрит, вот там идет какой-то поток обмена данными, и он такой начинает разбираться, что это, он думает, ну, это, наверное, играют в игрушки люди, а их играют очень много. Попробуют в лесу найти какую-то веточку конкретную. Это очень трудно. Вот, следующий этап. Мы, чтобы как раз рассуждали по поводу того, сколько людей знают и умеют, как пользоваться VPN-ом, мы выяснили, что это, ну, точно не все люди. Ну, и, соответственно, тебе остановить вот этот поток распространения информации о VPN-е. Каким образом? Тебе надо, опять же, напугать. А помнишь, такие, кстати, ролики были, да, когда ругали всяко-разно VPN, там, пугали VPN-ами, вот если ты VPN-ом пользуешься, то все твои данные украдут и так далее. Это вот из той же самой истории, они их перестали дальше пушить, перестали их выпускать, потому что они как раз сыграли обратно абсолютно роль, видимо, что люди как раз узнали, что такое VPN, и начали задумываться над этим, что это такое. Поэтому они эту компанию приостановили. Но они сейчас действительно законодательно пытаются ограничивать распространение информации об обходе блокировок, это так называется. Другое дело, что, опять же, это террористический подход, вот это, да, надо напугать всех. Я напомню, что распространять информацию об обходе блокировок на самом деле можно. Просто вас заблокируют, другой ответственности там нет. Даже если они ведут эту ответственность, я с большим трудом представляю, как они это будут реализовывать. Но тогда придется, наверное, посадить всех преподавателей в учебных заведениях, кто занимается сетевыми технологиями. Ну, потому что это базовые какие-то процессы, которые, в общем-то, существуют в челекоммуникациях. И таким образом, ну, наверное, просто запрет на профессию, что ли, получается. Это какое-то... Ну, то есть, странные какие-то вещи. Как ты запретишь это? Даже технология. Технологии нельзя запретить. Она либо есть, либо нет. Даже если вы ее запрещаете, она все равно есть. Ну, и, собственно, в марте месяце был как раз закон. Это, видимо, тоже не очень хорошо сработало. И вот сейчас начался очередной этап борьбы с VPN-ами. Это давление на вот эти корпорации. Перед тем, как удалили вот эти приложения из App Store, был еще же буквально пару недель назад инцидент с удалением расширения для браузеров Mozilla. Ну, видимо, там у них быстрее просто этот процесс прошел, или письма вперед написали, или наоборот, что они удалили, и, видимо, это в Роскомнадзоре признали, что это положительная практика, и они начали наезжать на Apple. Apple подчинился, очевидно, этим вещам. Мы пока не знаем, почему это происходит, но вообще Apple корпорация такая довольно закрытая, там что-то трудно узнать, что у них там происходит. Притом я скажу, что это огромная корпорация, она, по-моему, сейчас самая дорогая компания в мире. И, в общем-то, для них Россия это очень маленький рынок. Ну, относительно того, что, например, представляет собой Китай. В Китае, например, в прошлом году чиновникам запретили пользоваться телефонами iPhone. И это гораздо сильнее отозвалось на бизнесе Apple, чем вообще полный уход Apple из России. Поэтому в том, что Apple как-то сотрудничает с российскими властями, я не очень верю. Просто потому, что это второстепенный рынок. Он большой, безусловно, особенно с точки зрения России. Но с точки зрения Apple это какой-то там, может быть, 1%. Ну, может быть, 2%. Но не больше. Я не думаю, что это больше в общем мировом рынке. А удалили они, наверное, по очень простой причине, потому что там тоже есть корпоративный юрист, юристы, бюрократы и так далее, у которых есть, видимо, какие-то протоколы, как действовать в том или ином случае. Им приходит официальное письмо от официальных органов. Для американской корпорации официальные органы, они есть официальность, несмотря на какую-то страна или не страна, еще такое. Для них это, в общем-то, по-моему, Екатерина Шульман недавно, кстати, высказала такую тоже гипотезу о том, что они просто не понимают, как люди могут жить при авторитаризме. Просто для них не доходит смысла, как ничего нельзя сказать. Вы не можете сказать какие-то слова и вас посадят. Ну, просто до людей правда не доходит вот эта простая концепция. То, что да, можно сказать какие-то слова и вас за это посадят. Ну, собственно, там вот это и произошло. Я думаю, что этот вопрос решится. Другое дело, что бюрократия в Apple, она тоже довольно серьезная. Приложения вернут, как это произошло, например, с Firefox. Они же потом вернули через какое-то время. Я думаю, что Apple тоже их вернет, но на это уйдет какое-то время, сколько мы посмотрим. Сейчас важным, на мой взгляд, более важной истории это посмотреть и подумать над тем, какие следующие будут шаги. Ну, понятно, да, что они VPN таким образом не победили. И какие могут быть следующие шаги у Роскомнадзора для того, чтобы воевать именно с вот этими средствами обхода блокировок, нужно подумать. Ну, я могу сказать вот какую-то конечную точку, к которой мы придем. Я думаю, что конечная точка это будет примерно так, как сейчас происходит в Иране. В Иране будет сейчас, я не знаю, заработало ли это, не заработало до конца, но там концепция примерно следующая. Они вводят белые списки в интернете. В отличие от черных списков, в черной списке это все разрешено, кроме того, что запрещено. Ну, собственно, черный список это список запретов. А белый список это наоборот все запрещено, кроме того, что разрешено. То есть белый список это список разрешенных ресурсов. Но поскольку в случае с белых списков там появляются какие-то новые ресурсы, какие-то новые штуки появляются. И в этом будет в смысле очень трудно работать, например, каким-нибудь IT-компаниям, людям, которые занимаются разработкой, продавцам, покупателям той же нефти, например. Ну, в условии белых списков будет очень трудно работать. Для них будет сделан какой-нибудь определенный тариф, который будет называться как-нибудь профессиональный интернет. Собственно, что происходит в Иране. У них все запрещено, кроме того, что разрешено, разрешено там немного. А кому нужен свободный интернет, тот должен обосновать, почему ему нужен свободный интернет и заплатить какие-то довольно большие деньги за то, чтобы пользоваться свободным интернетом. В России может быть такая вещь, но это в пределе, что называется. Почему? Потому что слишком большая, слишком много регионов. И если такая вещь будет введена, то это будет удар по экономике России, несопоставимый с тем, что сейчас, например, бомбят нефтеперерабатывающие заводы. То есть они сами себе нанесут такой ущерб, что удар там по тому же самому Уралбакумзаводу какой-нибудь довольно мощной ракеты, это покажется детским садом. Там гораздо больше будет экономический ущерб. И может быть это сейчас нас только останавливает. Но вот предел я вижу примерно такой. Про использование VPN-ов и про то, как государство пытается сделать так, чтобы они не распространялись, чтобы была ограниченная категория людей, которые к этому прибегают. Что делать, чтобы твои знакомые и ты сам не оказались в ситуации, когда ты заходишь на какой-то ресурс, он не открывается. В том числе, что делать с платежами криптовалюты, тоже ее освоить. Да, у меня есть план, вот так вот расскажу, которым я сформулировал в прошлом, по-моему, году, и пытаюсь его как бы реализовать. Там несколько пунктов есть, некоторые очень специальные, другие не очень. Давай я просто расскажу еще раз, если я их не рассказывал. Первый пункт, это естественно средства обхода блокировок, чисто технические вещи, потому что их надо тоже разрабатывать, и цензура развивается, и мы должны развиваться, поэтому должно быть как можно больше разных способов обхода цензуры. Их надо делать, их надо как-то реализовывать, их надо предлагать, надо создавать буквально рынок вот этих средств обхода блокировок. Второй пункт, это довольно сложные вещи, эту концепцию надо как-то продвигать, поэтому вторая вещь, это, ну, собственно, то, что мы сейчас с Владиславом и занимаемся, это пропаганда в хорошем смысле этого слова вот этих самых средств обхода блокировок. На самом деле это, конечно, образовательная функция. Я считаю, что россияне должны знать и понимать, как это все работает. И чем лучше знают и понимают, тем больше у них есть доступа к какой-то информации, не одобренной Кремлем, скажем так, тем больше у них понимания, что вообще на самом деле в стране происходит. Поэтому это еще более важная задача. Следующая задача — это все стоит денег, и разработка стоит денег и так далее. Это ресурсы. Подготовка каких-то учебных систем, разработка этих всех систем обхода блокировок и так далее — это тоже все необходимые на это какие-то ресурсы. И понятно, что эти ресурсы можно брать на том же Западе, привлекая какое-то финансирование от фондов, от частных людей и так далее. Это все очень важно. Но мы понимаем, что все равно, наверное, наша кормовая база должна находиться в той стране, собственно, для которой мы работаем. Поэтому вот эти системы обмена ценностями с теми людьми, кто сейчас внутри России и теми людьми, которые уехали — это очень важная задача. Да и внутри России тоже, наверное, важная задача. Но проблема в том, что все рубли, фигурально выражаясь, принадлежат Путину. Банковская система может любой рубль просто взять и обнулить. Более того, и что еще на самом деле опаснее, платежи, например, в мою сторону будут расценены как финансирование террориста. И это тоже будет опасно, в том числе и каким-то уголовным преследованием. Поэтому важно развитие каких-то альтернативных систем обмена ценностями. Например, криптовалюта. Например, может быть какие-то другие способы. Но вот сейчас, мне кажется, хороший такой момент, когда криптовалюта будет, что называется, нам в помощь. Там не все так просто, там все сложно. Это очень новый рынок. Он пока там в фазе вот этого бурления. Там еще что-то такое происходит. Там с одной стороны интересно, с другой стороны все очень сложно. Но тем не менее, рассказывать людям о том, как это работает. Я, кстати, Владиславу предлагаю как-нибудь сделать стрим по поводу криптовалют отдельно. И вот этот третий пункт в моей программе действий, как мне кажется, он очень важный. Смотрите, четвертый пункт, он касается того, что вот эта вот задача с бассейном, куда подходят две трубы. С одной стороны вливается, с другой стороны выливается. Если российские власти будут продолжать расширять вот эти все системы блокировок, то в конечном итоге они выиграют. Ну просто потому, что у них ресурсов больше. Они тратят на вот эту систему ТСПУ 100 миллионов долларов в год только на покупку оборудования. На его обслуживание, на еще, я думаю, что там еще умножаете на три, наверное, даже. То есть они порядка 300 миллионов долларов в год тратят на систему цензуры. Наши ресурсы значительно меньше. Они в сотни раз меньше. Там на круг, наверное, да, вот кто разрабатывает какие-то средства обхода блокировок, там, ну, два, наверное, миллиона долларов. Соответственно, очень важно прекратить поставку вот этого оборудования для блокировок внутрь России. В России не производят, например, микропроцессоров или какого-то сложного оборудования, которое связано с чипами, со сложными электронными приборами и так далее. Поставку вот этих серверов DPI их в России не делают. Точнее, их делают как бы в России, но их делают на базе западных и китайских компонентов. Поэтому санкционный вопрос – это тоже очень важная вещь – санкционировать вообще все компании, которые хоть как-то причастны. И, к слову, в этом отношении даже есть какие-то определенные успехи. В мае месяце в Европейском Союзе был принят очередной документ, уточняющий санкции. И там прямым текстом написали, что поставка оборудования DPI в Россию запрещена. Прямо как технология. И там сейчас процессы такие подковерные идут по поводу санкционирования нескольких европейских компаний, которые, в общем-то, причастны были к тому, чтобы поставлять эти технологии в Россию. Это был четвертый пункт. Пятый пункт был связан с взаимодействием с Big Tech. Ну, собственно, вот этот вопрос по поводу удаления приложений из Apple Store, он, в общем-то, вот как раз относится напрямую к пятому пункту. Ну, и вообще, на самом деле, если бы западные корпорации, вот этой так называемой корпорации Big Tech, хотели бы разорвать порученный круг разработки вот этих всех систем цензурирования, они, во-первых, могли бы в этом активно поучаствовать, и у них есть на это ресурсы, и у них есть на это возможности технические и интеллектуальные. А во-вторых, у них есть шанс победить их. Ну, просто потому, что если Apple включит, у них есть такой сервис, он называется Private LA, он в России недоступен совсем, но он доступен во всем остальном мире. Если они его включат просто для России, то с айфонов просто любая информация будет доступна, без каких-то там технических ухищрений в виде всяких разных VPN-ов. И они могут это просто включить. И Роскомнадзор с этим ничего не сможет сделать. Если он заблокирует сервер Apple, то просто перестанут работать все айфоны, вообще все, включая, собственно, сам Роскомнадзор. Пойдут ли на такой шаг, это мне очень интересно. И вот именно взаимодействие с этими компаниями, это очень важная тоже составляющая моей работы. Это пятый пункт из вот этого моего плана. То, что я буду делать, по крайней мере, в ближайшие пару лет. Спасибо большое за объяснение, за рассказ. Михаил Климарев за Telecom, Telegram-канал. Подпишитесь, читайте. Общество защиты интернета. И список террористов и экстремистов Российской Федерации. Всем спасибо, всем пока. После такого разговора не грех напомнить, что у Медузы есть приложение, которое умеет обходить блокировки. И если вы еще почему-то его не установили себе, установите, пожалуйста. И на всякий случай проверьте, вдруг оно автоматически у вас не обновлялось. Зайдите в ваш магазин приложений и нажмите там на клавишу «Обновить», если, опять же, она активна. Кстати, это приложение не только удобно и красиво. Там есть и читалка, и возможность слушать подкасты, ну и, конечно, читать материалы Медузы. Еще у него есть разные приятные, ну или неприятные, в силу обстоятельств, секретики. Например, можно поменять иконку так, чтобы никто случайно не увидел, что у вас стоит на телефоне Медуза. Чтобы об этом знали только вы в настройках, посмотрите, как можно поменять дизайн. Кроме того, к числу средств борьбы с блокировками, с потенциальным блокированием Медузы, более успешным, чем прежде в России, относится, конечно, распространенность нашего издания по другим платформам. Подпишитесь на телеграм-канал Медуза Лайф, и, кстати, там подкасты тоже можно слушать. На Ютьюбе, даже если вы небольшой поклонник этой площадки, есть у нас и основной канал Медузы или Медуза Про, ну и канал подкаста Медузы. Есть дружественные нам почтовые рассылки, сигнал и кит. Есть мы в Инстаграме и на разного рода подкаст-платформах. В чем логика? В том, что если заблокируют одну площадку, мы, помимо вот этого удобства и разноформатности, хотели бы иметь возможность, и я думаю, что вы тоже хотели бы иметь такую возможность, сообщить вам, куда переходить, как мы предлагаем вам перепридумать способ взаимодействия, так, чтобы блокировки, Роскомнадзоры или какие-то другие недружественные действия преодолеть. Кроме того, обещал напомнить про худший год в истории Медузы. Медузы — это цитата из обращения основателей нашего издания, оно вышло на Медузе 3 июля 2024 года. Иван Колпаков и Галина Тимченко рассказывают про то, как обстоят дела, в том числе с финансами, и среди цифр, которые они приводят, есть такая 0,1 — это процент читателей, которые помогают нам донатами, и при том, что в абсолютных значениях это 10 тысяч человек ежемесячно, не так уж много, учитывая, что у нас аудитория примерно 10 миллионов, почти треть из которой, 3 миллиона, находится за границей. И если вы среди таких людей, то есть вы живете в безопасной стране, у вас есть счет, карточка в банке, доступ к мировым платежным системам, пожалуйста, поддержите наше издание, все довольно серьезно, в этом году все стало еще серьезнее в смысле денег, и те, кто поддерживает нас ежемесячно, мы им страшно благодарны, пожалуйста, войдите в число таких людей, это такой специальный дружеский круг, особо приближенный, если угодно. Про важное сказал, денег попросил, про лайки в самом начале напоминал, но если вы вдруг забыли, поставьте, пожалуйста, лайк, оценку, подпишитесь, напишите комментарий, это тоже помощь Медузе, это помогает распространять контент, так устроены алгоритмы того же Ютюба, он понимает только доброе слово или недоброе слово в комментариях, но, в общем-то, активность. И, как всегда в конце, финальной точкой звучат слова. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными, он называется «Что случилось», до скорого, до встречи.